Дорогие телезрители, сегодня начинает свою работу в 8-й национальный конгресс международным участием под названием «Экология и здоровье человека на Севере». И в гостях у нас сегодня участники этого конгресса. Разрешите представить вам. Это Дичковский Николай Семенович, заведующий кафедрой Сестринского дела Медицинского института СВФУ, и Лорна Батлер, профессор. Доброе утро. Доброе утро. Можете сказать вкратце, вот вообще обобщенно про конгресс. Это уже 8-й конгресс, поэтому, я думаю, много есть о чем рассказать. Конечно, да. Вы совершенно верно заметили. Это 8-й конгресс, посвященный экологии человека на Крайнем Севере. Поскольку Крайний Север и климат, и природа, и особенно здоровье человека на Севере всегда обращало внимание, особенно в последние годы. Наш университет, в частности, Медицинский институт в этом направлении, вообще-то давно работает. Многие наши исследования, многие наши научные темы по защите кандидатской диссертации, по защите докторской диссертации, они были посвящены адаптации человека на Севере, они были посвящены влиянию холода на здоровье человека. Как много спикеров приглашено на конгресс? Вообще-то, такой конгресс всегда привлекает внимание многих специалистов, которые заинтересованы адаптацией человека в экстремальных условиях. И в то же время не стоит забывать, что у нас многие медицинские вузы специально занимаются здоровьем и адаптацией человека на Крайнем Севере. И один из этих специалистов сегодня вместе с нами – это Лорна. Само направление конгресса, во-первых, это новые исследования в системе здравоохранения. Конечно, все новое – это хорошо забыто старое. И в то же время есть совершенно новые видения в последние годы. Это, например, генетические исследования, это, например, нанотехнологии, например, выращивание живых человеческих клеток и стволовых клеток. И последнее – это влияние телевидения, телездоровья на диагностику, на уход, на лечение человека. Хорошо. А и Лорна тоже будет выступать спикером? Да. Вот наша гость – профессор Лорна Батлер. Она к нам переезжает пятый раз, поскольку очень заинтересована профессиональной деятельностью и высокому уровню профессиональной деятельности медицинских сестер в нашей республике. Лорна, еще раз доброе утро. С какой темы вы приехали к нам и вот с какой темы вы будете выступать в Конгрессе? Извиняюсь, можно ли я микрофон? Good morning, Лорна. Can you share the presentation of your topic? Yes, thank you for the opportunity to be here. We were here to talk about the use of advanced technologies, specifically remote presence, which is robots, that we were able to receive federal money in Canada to put a robot in place here in Yakutsk. And we did that because you have more knowledge about northern nursing, northern healthcare conditions, and you were teaching us. And so we wanted to have an opportunity to continue to learn together with you. Спасибо за приглашение. Я здесь, чтобы рассказать об использовании удаленного робота в сестринском деле. Правительство Канады, фонд правительства Канады выделил деньги в свое время для покупки двух роботов. Мы их подарили республиканским больницам номер один и номер два, поскольку вы имеете большой опыт в сестринском деле на севере. И поэтому мы хотели бы продолжить исследования в этой сфере и продолжаем сотрудничество. Большое спасибо вам. Вы у нас тоже будете выступать спикером, я знаю. Какую тему вы будете освещать? Сегодня у нас в рамках конгресса состоится круглый стол, посвященная улучшению качества профессиональной деятельности медицинских сфер, работающих в условиях Арктики. Моя роль в данном случае, я буду модератором. Выступают, принимают участие из других регионов нашей России, в том числе очень интересное выступление будет профессора Камыниной Наталья Николаевна, посвященная к образованию и улучшению качества профессиональной деятельности медицинских сфер. Очень интересные доклады и наших выпускников, которые, как уже отметила профессор Лорна Батлер, которая занимается участием медицинских сфер в оказании медицинской помощи через технологии удаленного присутствия. Мы надеемся, что вот этот конгресс не только даст констатацию достигнутых успехов, но и, может быть, даже подтолкнет развитие этих успехов. Думаю, что так все и будет, тем более, что это явно не последний конгресс, который будет проводиться у нас в республике. Большое вам спасибо за вашу работу, большое спасибо вам, что встретили это утро вместе с нами.